уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов сегодня мы продолжим тему связанную с эволюцией то есть сегодня третий выпуск эволюции сегодня я не думал что это будет так интересно и популярно что вынужден продолжить как написал один зритель в духе предсказания дух предсказания конечно то еще дело потому что более неблагодарного занятия трудно себе представить но поскольку я не один пребываю в таких с точки зрения любителей неожиданности заблуждениях то могу сказать что и хазинские предсказания мои они очень близки друг другу я ничего не понимаю в экономике и не разбираюсь в этих самых экономических историях тем более в макро глобальной экономики для меня это очень далеко и я никогда не лезу в чужие области но это у нас модно когда там конец специалист по тараканам вдруг начинает рассказывать про мозг вот я этим не люблю заниматься и поэтому могу ориентироваться только на специалистов но вот с хазином у нас много очень совпадений но хазин гуманист и пацифист и он знает как без крови собственно говоря это все устроить чтобы переход был каким-то более-менее мягким и таким нежным я не уверен что процессы церебрального сортинга особенно глобальные могут происходить за счет слов и даже денег мне кажется что ситуация так перегрета что вполне возможно и более скажем так биологические процессы насколько они будут происходить не знаю вполне возможно что все так и останется сахарно-мармеладным хотя когда еды не хватает гоминиды обычно пытаются ее как-то найти а ищут они обычно ее ну вы знаете сами у соседа и поэтому без потасовок боюсь не пройдет но и в этом отношении вот доводское выступление путина она показала как примерно будет но ясно что биологический тупик наступил разговаривать не с кем особенно и европейцы решили поскольку у них колбаска то на первом месте все-таки послушать того кто будет что-то решать через некоторое время что с моей точки зрения произошло на давосе произо было объявлено нашим президентом о том что у нас будет ближайшее время произойдет смена механизмов церебрального сортинга а именно то есть если раньше был сортинг глобальный и прочее прочее то теперь сортинг локализуется то есть поскольку существуют проблемы с кормлением приматов территории будут разбиты на зоны самостоятельной эволюции которые игривы называют экономическими зонами в которых будут жить по собственным законам то есть по собственный церебральный сорсинг примет несколько локализации 45 это симптоматично поскольку слушать собственно говоря кроме нашего президента некого в данный момент а тех кого можно многих не очень понятно имею ввиду китайские представители чего они говорят потому что у них там свой менталитет очень своеобразный боюсь который их мало чему учит в истории так вот было объявлено да возле меня очень символичен потому что мне понравилось как было сказано о том что система церебрального сортинга европейская будет простираться от нашего дальнего востока возможно японии включительно до лиссабона ну вот это похоже на правду и то что инструменты в экономических локалитетах церебрального сортинга будут другие не те что сейчас и в этом отношении айти вот некоторые вопросы у айтишников как вот мы работаем внутри но не видим никакого прогресса мы не видим партии это иллюзии вам так долго рассказывали что революции случаются с помощью партий революционных матросов там штурм зимнего и вот эта вся хинея которую вам показывают по телевизору вместо того что показать как три полупьяных матроса там перешли ли бежью канавку и взяли легко за хобота временное правительство но это очень пошло и смешно но как известного человека отравления бледной поганкой так позориться никто не хочет даже в нашей истории но поэтому конечно все пытаются оттянуть как могут вот этот процесс переход к новому церебральному сортингу в новых экономических локалитетах но с моей точки зрения я еще раз говорю что она может быть абсолютно неправильно и она не базируется на экономических политических процессах она базируется только на искусственном отборе среди гоминид и анализе динамики отбора мозга по способностям то что у нас происходит постоянно и всегда ну и все спрашивают а что как же будет отбор вот там всем же интересно сколько будет отвечать это уже стало просто анекдотом но надо может быть меньше воровать и больше чем учиться тогда не будет беспокоить куда сворованные девать вы будете всегда востребованы это лишний раз говорит о том что знание сила много знаний большая сила а вот накопленные бумажки тем более с портретами сомнительных личностей из далекого прошлого боюсь не помогут их в лучшем случае мыши в огороде сидят ну или но худой конец как в европе он англичане запустили к себе огромное количество наших карасей таких жирных которые откормили здесь на российской халявной нефти металлах углей всем остальным а теперь они говорят ну все у нас церебральный сортинг начался ребята прошу с вашими деньгами располагайтесь поудобней на сковородке мы будем вас обжаривать но перед употреблением там они запустили в англию много таких чудаков со всего мира так что жарить там есть кого придется не только наших нет но и в этом отношении кашка вид это чудесная вещь потому что они пытаются таким образом просто оттянуть вот то что пресс будет происходить ну вот и наладить максимальный контроль но они как все страны с таким полу фашистским в полу фашистского организации ну как европе евросоюз который там блокирует все местные законы прочее прочее они просто пытаются закрутить гайки до предела и таким образом оттянуть значит ошкуривание собственное но все равно переход начался и к раздовоз тому свидетель но так вот как будет конкретно происходить много очень любопытных людей но будет происходить самоочистка когда доброму бюргеру не хватит пиво и сосисик не сомневайтесь ни одну из секунды посмотрите на историю германии он быстренько достанет аккуратно смазанный зигзавр и пойдет добывать себе сосиску то есть они начнут депортировать массу людей которые там сейчас завелись это будет происходить таких масштабах что никто не поможет потому что когда дело доходит до любимой сосиски пива курасана и чашечки кофе то тут уже к сожалению не до пацифизма и я боюсь что биологическом отношении это будет очень неприятно ну поэтому надо заниматься бизнесом в качестве будущего каким ну как надо купить пару стран в западной африке и в северной куда будут возвращаться люди те кто разбогател к тому строить security village как в южной африке для белых ну так деревни с четырьмя пулеметными вышками по периметру очень помогает от местного населения но те которые еще не дошли такого уровня жизни почему да потому что большая часть населения сша это люди то белого цвета и хорошо умеющие стрелять и обучены и неужели вы думаете что нобелевскую премию которую сейчас дадут тем кто был бузил перед выборами это их спасет нет надо строить вот эти самые территории высокой комфортности для тех кто побежит на историческую родину в африку северную или восточную и это неизбежно случится потому что локализация церебрального сортинга экономическая и социальная она приведет к очень резкому обострению вот этих всех противоречий в том числе и цветных к сожалению нет ну понятно что многие события которые лежат в туне они будут спущены с крючка то есть они такие интересные что могут очень быстро перейти в острую фазу а именно то есть дело в том что застарелые конфликты между некоторыми странами они в условиях ускоренного церебрального сортинга резко обостряться да уже и старые проекты стали всплывать те самые которые связаны с этим самым церебральным сортингом он лежит в основе ну сейчас опять англичане вернулись к идее серпа но это где ручку серпа это англия а вот лезвие это испания португалия северная африка включая страны где много нефти и много газа но от англичане вновь запускает эту шарманку для чего они выходили собственно говоря из европы потому что для того чтобы он безбедно жить и ничего не делать нужно примерно чтобы кредитными карточками деньгами определенного типа пользовался примерно полмиллиарда человек европы представлял такую модель но в европе нет ресурсов а вот северные африки и странах ближнего востока их очень много поэтому англичанам не интересно доить европу унищающую на глазах разваливающиеся интересно быть сберкассы вот этого самого серпа ну там была проблема с израилем но ничего я думаю на украине все будет с израильтянами хорошо тем более там уже все президенту привыкли так что все будет в порядке то место то есть иначе говоря хазарский каганат будет восстановлен во всей красе где-то вот так вот я думаю столице в одессе это вполне логично мне кажется дело в том что все это что я рассказываю вам это на самом деле попытка объяснить как серебральный сортинг который я излагаю в своих книгах он реализуется в повседневной человеческой жизни то есть не видно очевидной цели искусственного отбора но он уже произошел и финансово-либеральный капитализм уже отобрал этих людей дальше вопросы техники вот эта техника почему всех очень интересует но дело не в ней а в результате и отсроченный результат он в общем понятен это понимание если возникнут вопросы после этого ролика я попробую рассказать через некоторое время на этом уважаемые слушатели до свидания а